Дайте угадаю, вы перешли на данное видео только потому, что у вас есть одна проблема, которая вам мешает спокойно играть в игры. У вас слабый ПК, верно? Ведь именно слабый компьютер напрямую влияет на FPS в играх. Тогда я хочу вас обрадовать, вы находитесь в правильном направлении. Ведь именно сегодня, в этом видео, я вам расскажу про 10 шагов, которые сделают ваш компьютер для игр намного быстрее. Кроме того, у меня для вас есть еще один бонус, который поможет поднять вам чуточку FPS. Так что досмотри это видео до самого конца, чтобы не пропустить самое важное. Ну а мы поехали. Первый шаг это очистка ненужных файлов в нашей системе, которые могут нагружать наш ПК и тем самым влиять на его производительность. Нажимаем на клавиатуре Win плюс R, вводим слово Temp и нажимаем Enter. У нас открылась папка, в которой находятся все ненужные файлы в нашей системе. Выделяем все файлы и нажимаем удалить. Далее опять нажимаем на клавиатуре Win плюс R и вводим слово Temp, но уже с процентами, как показано у меня на экране. И нажимаем Enter. Мы также выделяем все эти файлы и удаляем их. После чего нажимаем еще раз Win плюс R, вводим слово Prefetch, опять же выделяем все файлы и удаляем их. После чего заходим в нашу корзину и очищаем ее. Шаг 2. Отключение автозапуск программ. На этом этапе нам нужно запустить диспетчер задач. Для того, чтобы запустить, нажимаем на клавиатуре КТРЛ плюс Shift и плюс Escape. Или можно просто открыть вручную. Переходим в раздел автозагрузка и отключаем ненужные программы, щелкнув правой кнопкой мыши и нажав отключить. Оставляем только системные программы, которые нам необходимы, а остальные просто выключаем. Шаг 3. Мы собираемся отключить анимации Windows. Для повышения производительности системы, это заставит ваш компьютер реагировать быстрее на действия, которые вы совершаете. Нажимаем правой кнопкой мыши на мой компьютер, выбираем свойства, переходим в дополнительные параметры и нам нужен раздел дополнительно. Выбираем параметры быстродействия и тут мы нажимаем обеспечить наилучшее быстродействие, затем применить и окей. После чего вы сразу же заметите разницу и почувствуете, как плавно стала работать ваша система. Четвертый шаг. Удаление мусора с диска С. Переходим в мой компьютер, выбираем диск, на котором установлена система, в моем случае это диск С. Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем свойства и нажимаем очистка диска. После чего выбираем все ненужные файлы, нажимаем ОК и удаляем их. Пятый шаг. Дефрагментация дисков. Заходим в мой компьютер, нажимаем правой кнопкой мыши по диску, выбираем свойства, затем переходим в раздел сервис и нажимаем оптимизировать. После чего мы выбираем каждый диск и нажимаем оптимизировать. Шестой шаг. Удаление ненужных программ. Открываем пуск, вводим панель управления, заходим туда, выбираем режим просмотра категория, далее заходим в программы и нам нужно удаление программ. И удаляем программы, которые нам не нужны. А перед тем, как мы перейдем к следующему шагу, я попрошу вас подписаться на мой канал. Если вам интересен мой контент и вы хотите видеть как можно больше контента, связанного с оптимизацией и повышением фпс в играх, то можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Также скоро появится много новых интересных рубрик на моем канале, связанные с играми, думаю вам понравится. Ну а мы переходим к следующему шагу. Седьмой шаг. Одно из наиболее важных параметров это настройка электропитания. Открываем пуск, ищем панель управления, переходим туда, нажимаем система и безопасность, электропитание и слева выбираем создание схемы управления питанием. Выбираем высокая производительность и вводим любое название. Нажимаем далее, тут мы выбираем параметр никогда и нажимаем создать. Восьмой шаг. Обновление драйверов видеокарты. Переходим на официальный сайт производителя вашей видеокарты. Если у вас видеокарта Nvidia как у меня, то переходим на сайт Nvidia.com. Заходим в раздел драйверы, выставляем параметры, которые соответствуют вашей видеокарте и системе, после чего нажимаем поиск и скачиваем новые драйвера. Далее устанавливаем их. А если у вас видеокарта от AMD, то переходим на официальный сайт, заходим в раздел драйверы и поддержка, нажимаем загрузить сейчас. После чего вы запустите утилиту, которую скачали, и она автоматически найдет драйвер на вашу видеокарту и установит новый драйвер. Девятый шаг. Обновление BIOS. Для того, чтобы обновить свой BIOS, нам нужно сначала узнать модель нашей материнской платы. Для этого заходим в сведения о системе, и тут мы видим модель нашей платы. После того, как узнали свою материнскую плату, заходим в Google или Яндекс и вводим название своей материнской платы. Ну а если у вас ноутбук, то вводите просто модель вашего ноутбука. И далее пишем BIOS Update. После чего переходим на официальный сайт производителя вашей материнской платы, ну или ноутбука, скачиваем свежий драйвер и устанавливаем его. Десятый шаг. Отключение функции полноэкранной оптимизации. Полноэкранная оптимизация, ее роль заключается в повышении производительности в играх и предоставлении полного экрана без полей, чтобы вы могли наслаждаться играми. Но, к сожалению, эта функция вызывает снижение FPS. Отключение этой функции может фактически улучшить ваши игровые возможности. Для того, чтобы отключить эту функцию, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по файлу вашей игры, перейти в свойства, далее перейти в раздел совместимости и установить флажок на отключить оптимизацию во весь экран. После чего нажать применить. Ну и как я обещал, если ты дошел до этого момента, значит ты получишь бонус, про который я говорил в самом начале этого ролика. Это еще один бонусный шаг, который поможет повысить производительность твоего ПК с помощью Throttle Stop. Это утилита, которая поможет уменьшить нагрев твоего компьютера, а особенно ноутбука. Ведь как мы знаем, ноутбуки с мощными процессорами и видеокартами очень сильно греются. Вплоть до 100%. Чтобы решить данную проблему, нам нужно скачать утилиту Throttle Stop, ссылку я оставлю в описании. Скачиваем программу, устанавливаем и запускаем ее. После чего переходим к самим настройкам. Включаем параметр Speed Shift и нажимаем Save. После чего переходим в настройки FVR. Тут мы увеличиваем значение на максимум. Далее нажимаем вот сюда. Это для того, чтобы данные настройки сохранились в нашей системе и работали при каждом запуске. И нажимаем Aply. Теперь переходим к настройке вольтажа. Нажимаем на Unlock Adjustable Voltage. И тут мы двигаем ползунок влево, чтобы уменьшить напряжение. Двигаем приблизительно к минус 100. После чего нажимаем применить. Далее заходим в Options. И включаем вот эти два параметра. И нажимаем ОК. Теперь наш компьютер станет быстрее. И мы сможем повысить FPS в играх. Ну а если ты хочешь максимально повысить свой FPS и оптимизировать свой ПК или ноутбук, то переходи на мой канал и смотри другие видео. Также у меня недавно вышел ролик про то, как я поднял плюс 600 FPS в Майнкрафте. Так что переходи и смотри. Всем спасибо за просмотр. С вами был Симон. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.